Добрый день, друзья! Сегодня мы обсуждаем письмо из Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Данный ответ нам предоставили в рамках АППК, и я выписал для вас здесь самые главные болты, которые вы сможете использовать уже сегодня. Итак, если все готовы, тогда поехали! С 1 января 2020 года организации, которые осуществляют микрофинансовую деятельность, они введены в периметр государственного регулирования этого агентства. До 1 июля 2020 года законодательством в Республике Казахстан не был предусмотрен запрет на деятельность ТУОшек по предоставлению займов, в том числе онлайн. А что случилось, спросите вы, 1 июля 2020 года был введен в действие пункт 2 прим. 1 ст. 715 Гражданского кодекса, где и ПЭШкам, и ТУОшкам запрещается предоставление денег в виде займов, и такие договоры являются ничтожными. Вот цитата из ответа. Таким образом, юридические лица, в том числе кредитные товарищества, ломбарды и онлайн-кредиторы вправе были предоставлять займы гражданам в рамках Гражданского кодекса только до 1 июля 2020 года. Блин, вот этому нужно поучиться. Если вот не было запрета, значит у нас были на это права. Это получается, если не было прямого запрета на ввоз, снятых с учета российских машин на территорию Казахстана, значит мы были вправе этого делать? Вот такая логика что ли? Или это просто, ну как бы подогнали под интересы? Ну ладно, едем дальше. 1 января 2020 года по закону введено лицензированной микрофинансовой деятельности. Вот цитата. Положение законодательства о микрофинансовой деятельности распространяется на организации, которые осуществляют микрофинансовую деятельность с момента прохождения учетной регистрации и получения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности в агентстве. Отсюда вывод. Если нет лицензии, значит организации запрещено выдавать займы и более того, начислять проценты. Теперь на наш взгляд главная путаница этого года. Агентство пишет, что в случае предоставления микрокредита на условиях, предусмотренных пунктом 3 прим. 11 ст. 4 закона о микрофинансовой деятельности, размер годовой эффективной ставки вознаграждения может превышать установленный правилами предел в 56%. Таким образом, на договор заключенный в соответствии с пунктом 3 прим. 11 ст. 4 требования по предельному размеру годовой эффективной ставки вознаграждения, предусмотренным пунктом 11 ст. 5 закона о микрофинансовой деятельности, не распространяются. То есть, агентство пишет, что не распространяется, в том числе сама же себе противоречие, на наш взгляд, указывает, что он может превышать 56%. Думаю, было бы правильно указывать только один вид вознаграждения. Либо это годовая эффективная ставка вознаграждения, либо предельное значение вознаграждения. Обе финансовые модели начисления процентов указывать здесь категорически нельзя, потому что по факту работает же только одна из них. Вот зачем эти качели? Этим пользуются недобросовестные организации. Когда мы видим в договоре и годовую ставку, и предельное значение вознаграждения, то МКОшки используют их обе одновременно, чтобы обуть бедного должника. И этому, друзья, как бы есть объяснение. Вот цитата из ответа. Под пунктом 5, пункта 4, порядка, предусмотрено, что общие условия договора содержат размер вознаграждения в процентах годовых, или значение вознаграждения, а также размер годовой эффективной ставки вознаграждения. Таким образом, договоры, заключенные в рамках пункта 3 прим. 11 ст. 4 закона о микрофинансовой деятельности, должны содержать значение вознаграждения, размер годовой эффективной ставки вознаграждения, а также сумму переплаты по микрокредиту. Ну вот, закон есть закон, как говорят. Дальше нам приводят пример, но мы не станем на этом как бы останавливаться. Мы просто его добавим к описанию, к нашему видео. Прочтите, там весьма полезные вещи. Многим поможет. Кстати, этот ответ вы можете также скачать себе по ссылке. Мы его разместим и пользуйтесь на здоровье. Ну а по итогу этого выпуска хотелось бы сказать, что... Вот будь моя воля, я бы вообще оставил только один вид начисления процентов. И не морочил бы голову никому. А эти хитрые способы набивания карманов наше законодательство уж точно не красит.